Интересно, будет отсюда вот эти опилки сдувать? Так, сейчас я попробую его остановить. Вот реально буду наваливаться. Оригинальная Бошевская прогрессор. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Но щеткодержателям нужно уделить особое внимание. У хорошего мастера нет плохого инструмента. Друзья, всем огромный привет. Вы на канале обзор Электроинструментал. И с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре лобзик от торговой марки Старк. Модель JS850. И я буду его тестировать и разбирать, смотреть что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. В данном лобзике указали мощность 850 ватт. Скорость холостого хода от 0 до 3000 оборотов в минуту. Глубина пропила дерева 80 мм, металл 8 мм и алюминий 12 мм. Вес данного лобзика 1 кг 300 г. А теперь, как всегда, по традиции расскажу тем людям, которые покупают в интернете данный лобзик и нет возможности подержать его в руках. Рукоять в данном лобзике идет полностью обрезиненная. Клавиша в данном лобзике тоже обрезинена и очень широкая. Но самое главное, что эту клавишу можно будет фиксировать и людям, кто работает правой рукой. И также будет удобно фиксировать тем, кто работает левой рукой. В верхней части лобзика расположен регулятор оборотов. Имеет он 6 положений. Также в данном лобзике есть и обычная подсветка, видно. И также в данном лобзике есть лазерный указатель. Освещение в студии у меня хорошее и видно, что все работает хорошо. Этот лазерный указатель и освещение рабочей зоны работает от сети, не от батарейки. И сейчас лазерный указатель выставлен ровно по центру у меня. Если у вас такого нет, не отчаивайтесь. Есть возможность откалибровать этот лазер. Не, ну реально старт меня удивляет. Я думал, здесь просто стоит пластиковая накладка, да. А тут еще есть вкладыш против сколов. Видно, здесь стоит специальный пластиковый вкладыш, чтобы не делать сколов при работе. Плюс видно в данном лобзике есть бесключевое изменение угла подошвы. Ну, за это тоже огромный плюс. В данном лобзике есть 4 режима маятникового хода. Также есть возможность включать обдув рабочей зоны или выход воздуха на пылесос. Также в данном лобзике стоит быстрозажимной патрон. Раз и зажали. Друзья, упорное колесо видно стоит толстое и люфтов в нем практически вообще нет. А как для бюджетного лобзика, это уже показатель. Подошва в данном лобзике не литая, а штампованная. Но, друзья, я вам сразу скажу, она очень толстая. Она имеет 3 мм. И чтобы деформировать такую подошву, нужно, я не знаю, ногами вставать на этот лобзик. А вот длина сетевого кабеля составляет 2 метра. И сам по себе кабель гибкий и хороший. Так, подключил лобзик к сети. Установил регулятор оборотов на единичку. Хочу послушать к его обороту. Как всегда, по традиции, проверю лобзик на балансировку. Ну, что сказать, не самый хуже вариант. Бывали экземпляры и похуже. Так, сейчас проверю, насколько эффективно работает обдув рабочей зоны. Сначала я перекрою обдув, а потом открою. Вот сейчас перекрыл. Интересно, будет отсюда вот эти опилки сдувать или нет? Нет, не сдувает. А сейчас открою заслонку и посмотрим. Еще и все в холостую, да в холостую. Вот, зафиксировал заготовку. Толщина я 75 миллиметров. Сейчас попробую попилеть. Кстати, чтобы установить пилочку, нужно снимать вот эту пластиковую защиту. Она просто одевается сверху. Сюда вы никак не подлезете, чтобы ее установить. Нужно снимать. Ну, это несложно. Можно работать и без нее. Ну, что ж, погнали. Одеваю очки. Пилочка у меня короткая. Ну, пилит хорошо. Претензий абсолютно никаких нет. Супер. Реально не чувствует. 70 пятки, вот реально не чувствует. Плюс видно у меня специальная пилочка, в которой можно работать прямо в заготовке. Так, сейчас я попробую его остановить. Вот реально буду наваливаться. Друзья, реально сложно остановить. Сами все видели. Ну, наваливаюсь. Просто боюсь, чтобы полотно не треснуло. А так остановить реально его сложно. Видно, давил сильно. Что ж, выработка пошла немного по пилке. Пилка оригинальная, бошевская, прогрессор. Ну, что ж, а теперь поехали разбирать. Ну, что ж, сотаили дыхание. И смотрим, что там внутри. А, там внутри двигатель. Все просто. Так, друзья, что я увидел? На первое, что я обратил внимание, ну, как по мне, немножко маловато. Смазки дали, ее чуть-таки по корпусу разбросали. Но шестеренка вот эта большая, практически, практически сухая. Шток в данном лобзике идет гибридный. Видно, да, какой шток идет. Получается, здесь, где идет основная нагрузка, он круглый. А дальше он пошел плоский. Ну, такие штоки я встречал в сабельных пилах. Я сначала разобрал и подумал, что здесь стоит втулка. Нет, друзья, это не втулка. Это роликовый подшипник. И балансир тоже здесь хороший. Тут придраться по этому поводу не к чему. Здесь видно, стоит кнопка включения с платой, которая включает лазерный указатель и светку. Лазерный указатель, как я уже говорил, калибруется. Но калибровать его нужно вот так вручную и винтом просто поджимать, выставлять. В верхней части лобзика расположена плата с регулятором оборотов. Но тут тоже претензий нет. Все аккуратно, не наляписто, все припаяно. Кнопка стоит обычная. Кнопка имеет 8 А. Я думаю, тоже такую кнопку будет несложно найти на любом рынке. Покажу, как работает заслонка, которая направляет воздух. Здесь крутится крыльчатка. Если мы заслонку открыли, потоки воздуха идут непосредственно на обдув рабочей зоны. Если мы заслонку закрываем, то потоки воздуха уходят сюда на пылесос. Якорь сделал бюджетненько. Видно, что немножко залили лака, немного. Ну, в принципе, витки эти держатся и от центробежной силы не должны расходиться. Ну, и также в верхней части видно, что немножко пролачили. Катушка статора тоже сделана нормально. Витки пролачены. Эти витки не люфтят. Но щеткодержателям нужно уделить особое внимание. Таких щеткодержателей в бюджетных лобзиках я еще не встречал. Получается, щетки вообще без каких-либо пружин. Ну, что ж, будем подводить итог. Друзья, ну что тут хотеть от этого лобзика? Лобзик реально нормальный, стоит своих денег. Очень мне понравилось, что в данном лобзике большая шестеренка и с мелкими зубьями. И за счет того, как я работал и давил на него, он практически не чувствовал нагрузки и не останавливался. Лично мне понравилось, что в данном лобзике есть подсветка. Ну, лазерный указатель я, например, им никогда не пользуюсь. Может, кому-то он пригодится. Ну, а если тебе понравился обзор, обязательно подписывайся на канал и нажми колокольчик. А то пропустишь много чего интересного.